Возможно, к такому шагу Верховный суд подтолкнул общественный резонанс, который вызвали десятки уголовных разбирательств за экстремизм в социальных сетях. Только в Барнауле их сейчас четыре. Правда, в документе суда ссылаются, цитата, на возникшие в правоприменительной практике вопросы. В России за экстремизм в интернете активно судят несколько лет, но большинство вердиктов выносят как под копирку. Ну я не надеюсь на оправдательный приговор, честно, потому что я не знаю ни одного оправдательного приговора по данным статьям. Статьи преткновения, экстремизм и оскорбления чувств верующих в картинках. Представители Верховного суда напоминают, что каждый человек имеет право на свободу мысли и слова. Уточняют, преступление это ведь не просто факт публикации, скорее общественная опасность от нее. И оценивать нужно, насколько осознательно человек разжигал эту самую ненависть, а также насколько старался ради этого. Содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, учитывать факт личного создания, либо заимствования лицом соответствующих аудио-видеофайлов, а также контекст, наличие и содержание комментариев данного лица, количество просмотров информации. Эксперты к таким уточнениям Верховного суда относятся скептически. Адвокат Анна Татарникова считает, что общественную опасность можно накрутить, когда в интернете резко становится больше друзей, а значит и просмотров. Какая-то запись наберет несколько тысяч лайков. Естественно, как это суд расценит? Как то, что эту запись просмотрело реально, допустим, 2000 человек? Как она может по этой ситуации быть, допустим, это деяние малозначительным? Вот эта конкретизация, она тоже может быть использована во вред. Из плюсов, которые выделяет эксперт, возможность прекращения дела, если будет доказана незначительность деяния, но опять же решение за судом. И хотя общественной страны рада такому вниманию в делам экстремистов, адвокаты напоминают документ Верховного суда, лишь рекомендации. Анастасия Дороган, Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.